я почему-то смотрю себя вот в этой кофте мне кажется что я в этом еще худее вот на лицо я просто сегодня пересматривал свои старые мукбанки не понял что я там такой жирный гигант еще говорю о том что я на 3 я на диете вот такая огромная тарелка только здесь овощи одни там огромная такая тарелка могла быть запеканки картошки спагетти завтрашнего дня я сажусь на диету и себе говорил и на следующий мукбанг была огромная порция каких-нибудь макарон например мукбанги снимаю окажется так много у меня практически 200 выпусков мукбангов 200 не считая вот этих новых что я вот сейчас выпускаю 200 их не даже не докачала и против всех качу себе на компьютер представляете я просто в шоке на этом такой радостный жизнерадостный толстушка такая шайба весь экран всем привет меня зовут лек николаев и как я уже сказал что я снимаю мукбанки у них очень много и у меня есть свои влоги есть путешествия поэтому кто случайно совершенно зашел на мой канал обязательно подпишитесь нажмите колокольчик около подписки чтобы получать уведомления от новых видео которые уходят мне на канале чтобы их не пропустить у меня есть свой тик ток канал поддержите меня там подпишитесь ставьте там лайки пишите комментарии если кто-то его не может найти ник мой николаев нижнее подчеркивание кино в тик токе обязательно оставлю ссылку в описании под этим видео вообще-то стараюсь сейчас везде во всех видео оставлять ссылку на на тик ток вот и есть свой instagram канал там как у всех блогеров выходят фотографии видео намного быстрее чем например в ютюбе поэтому находите меня подписывайтесь сегодня у нас немножко была похожая еда буквально недавно там была то ли рыбка в общем что-то вот такое было похоже но почему бы не совместить приятное с полезным есть не макароны например вот такие соленья и с тушеной котлетой вообще здесь по сути дела мукбанк котлета будет называться но котлет почему-то можно было мукбанк овощи назвать вот и есть просто соленья например очень вкусная капуста квашеная раньше я брал у одной только женщины на рынке на алексеевском мы ее потеряли весной и тут идем буквально недавно заходим на рынок и она нас увидела и мы ее такими глазами на ее смотрим заходите можешь ли просто другой тетки но то что нам нужно у нее нет не было она не продает корейскую морковку она не продает такие вот помидоры маринованные на придет фунчозу ну короче вот эти соленья вьетнамские на не продает не только вот такие соленые огурчики бочковые капуста квашеная но мы его купили сказали как хорошо что вы появились на как хорошо что у меня нашли в общем обменялись любезностями купили у него капусту и свалили в другой продавчице покупать вот эти соленья все я очень люблю имбирь я нашел свой старый видео одно из первых я там тоже про это говорю оказывается мы банки я снимаю получать учет два года наверно уже до первому банк мы сняли в вьетнамском этом торгон центрах она и москва и оттуда поехала все жрал как не в себя раскабанил до 120 килограмм ну такая веселая жизнь была ели же все а если пюре накладывал меня пюре вот так вот было пюре больше половины тарелки и вот такая гора рыбы например могла быть так что кому интересно посмотреть мы старый старый мобанги старое видео вы прошу прощения просто от морковки прямо я просто сам залипал на своих видео вот так вот как я там ел интересных столько историй просто включил с первого с первого серии смотрел но и так пробегу пробегу мельком правду пока скачивается я смотрел интересно столько тем на себя любимого посмотреть тоже какой был какой стал ну было так весел что только там не ели пельмени домашние и запеканки картофельные и карбонару и кашу солдатскую это с тушенкой сердечки куриные в меду говяжье сердце крылья куриные драники суши там наверно штук стойких суш чудо на только нету не знаю ответили вы не на 3 но еще раз задам вопрос вдруг кто-то другой посмотрит почему как называется спаржа вот это называется спаржей в этих вот это же не спаржей тоже соя и почему вот такой вот мой плен почему вот такая штука в китайских этих штуках в вьетнамских называется гребешок ведь это же не гребешок это какая-то как водоросли это такой гребешок может быть да но не верю гребешки же не другие такие плоские как шайбы у меня кстати я смотрю что мне такое ощущение что каких-то мукбанков не хватает особенно первоначальных как-то не перемешаны и самое интересное что почему-то когда открываешь плейлист там не видно даты видео когда вышло хрен знает почему так нет даты выпуска видео мне это было интересно потому что я там дошел до какого-то момента когда сидел 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 потом хренов такая рожа мало того что она на пол экрана так еще такого цвета вот какая-то салфетка ну видимо то ли я не понял то ли мы с крыма приехали то ли осталось загорать ходить сокольники вы счастливый бляха муха блинов там каких-то только нету мы-то блины тоже или бутерброда пицца была не бутерброда была пицца несколько раз пиццу готовишь были перышки сначала я не помню что было но ты тоже сейчас помню а были драники я там прямо слюной стекла на это сейчас бы тоже драника бы на нарубился блины были на массивницу потом были по секундке с мясом пирожки мы делали я делал а мы ели может быть нет но он делает такую знаете настоящую мужскую работу я ему даю указание чтобы он был участен процессе например мясо рубит мы не себя прокручивает я ему все приготовлю нарежу он херачит потом по пакетикам раскладывает в морозилку поддержки работы в общем мне так понравится эти старые видео я даже думаю может быть их пересмотреть самому на был двиг по весне этого года я пересматривал видео с крыма блин тоже так интересно удивительно просто удивительное рядом оказывается удивительным и сами с вами каждый человек сам по себе удивительно сейчас стояли соседкой разговаривали на улице подруга ее спилась одинокая собачка умерла я грунт просто видимо человека нет хобби все равно вот какая-то отрада хобби у человека должно быть для того чтобы это все не случилось а вот видим у нее собака была и умерла и короче она видимо женщина просто смысла жизни потеряла ну она вроде как подругам с ним говори что хочу собаку хочу собаку эти говорят что уже но она в возрасте уже взрослая женщина хотя вроде когда ее так не скажешь прямо взрослая я просто прослушал что 70 лет лет за коньячком да она бегает быстренько но для нее действительно была такая трагедия да увидел сюда собака здесь у нас на пятачках находилась собака всегда с этой собачкой тоже внутри он и без собаки но и без всякой дури в магазине мы с ней общались игру и где у вас фея она просто в лице поменялось и я ее час не мог успокоить просто же она просто ревела марина говорит соседка у нас ничем не изменилась тут то же самое все горит у меня спрашивают у этой женщины где собака где собака я горит сразу говорит это вот такие зеленые помидорки маринованные на то тебе еще вспомнится из этих мукбанков точно я сегодня тоже смотрел из вьетнама бич пакетом убрали который там пипец который острый помнишь потом какие-то мы брали с земля как будто вы жрали как будто земля была я кстати смотрел и вьетнамские китайские мукбанки оказывается что мы в россии все неправильно эти диму эти меч пакеты они грубо говоря делают гарнир ну например там жарят морковку лук там мясо обжаривают все это потом заливают это все бульон и добавляют специи и сверху выкладывают вот этот вот ну пласт например вот этих вот как называется лапши и тогда не только в самом конце перед подачей они вот этот добавлять все эти соусы и соуса на и направлен а если они дят просто на сухую без всякого вот ну грубо вот как мы бич пакет открываем они сначала этот бич пакет заваривают сливают воду и только на сухую вот эту вермишель они выкладывают эти опять же вот эти все специи а у нас так как ведро блять воды этот там пузырь плавает ну это ели то все термоядерный были просто бы увидел там мне просто надо этом кое-что буду делать для этого для тип тока и вспомнил то у нас эти моменты появились я почитал два года назад когда помнишь тебя первая рука появилась вот так вот в кадре и кто-то писал о как саши то не или как там саша маша была и вот это у нас потом была фишка 2 еще года назад вот с этой истории что-то разговоры беседы руки в кадре а у меня запомнился когда-то ел потахаю комментарии наверно это было год или полтора назад но нет год наверно приду ну ладно не умножить назад точно если не видел тоже тебя и у меня один комментарий до сих пор вызывает восторг и улыбку это это такой такой искренний призыв в этом ребята почему так странно и спотахаю ребят что-то странно из картошку ну как у нас как будто там какая-то нести с паназиатской стороны какая-то где причем это вообще какая-то залетная девочка была я ответил и больше тишина там и кто-то что-то писал еще причем я посмотрел как и у реально правильно есть и вел правильно потому что посмотрел как и видят паназиатских куну как бы кухни как ее подают как едят как режут у меня то совершенно не в том как ты явил я дался прямо правильно неправильно не в этом же весь прикол а настолько искренне искренне как-то так искренне и настолько этот комментарий содержит прям вот такой посыл что он не запомнился до сих пор мы пока мы до сих пор даже где-то там бываем в крыму ли что-то где-то все еле-еле и пашка сюда ребята вот это вот ну как в народ вышло короче этот комментарий очень редко такое бывает конечно ну еще я смотрел думаю что за мне сначала перед перед мукбанку какая-то болтовня идет я там делал розыгрыш и помню что мы делали розыгрыш и как раз вот с этого с хоны москва и потом в каком-то банке следующем начали него розыгрыш прошел я там такой злющий как собака там я вспомнил написали комментарии помнишь там была какая-то девочка ну почему вот ей досталось этот приз я тут я постоянно пишу эти сообщения комментирую каждый раз у тебя сижу какая-то с Челябинской по-моему девочка была и у меня я думаю блять и она там меня обвинила что как будто я там каким-то своим донатчиком причем это же там вот этот розыгрыш помнишь что это ну тоже так эмоционально это все было и вот до сих пор помню тоже эту девочку его же конечно давно нет я помню вот ее даже а потом ее там стали гнобить и писать через какое-то время она зашла снова видимо что-то там и кто-то написал что-то там она почему твои подписчики меня типа это хэйт ну типа это как это слово ну типа там ну типа пишут злобные комментарии короче ей там я говорю я точу я здесь разбираться они как бы не собираюсь там уж там между собой общаетесь ничего такого нет тебя груна на хер никто не послал там или куда-то то что там написали то меня поддержали или меня засирают я же как бы это ваше право оценивать меня как положительного ли отрицательного героя вашего канала который вы смотрите в ютюбе ну там то вообще я кстати до них еще не дошел не смотрел еще тогда реально заморачивались это было очень дорогостоящего ты не поверить это прошло уже наверное больше года потому что но полгода ну какой по осени мы по вам это делали как раз того года год практически ребята настолько было дорого это делать вы не представляете самое главное было обидно не за того что мы это готовим конечно мы все поели там попробовали вот эту всю кухню мы готовились самостоятельно нигде не покупали просто то что было мало просмотров было мало каких-то реакций даже у стареньких моих посетителей была единственная какая-то девочка написала что не интересно смотреть лучше по старому типа болтая там типа о чем я сейчас не знаю смотрит они тоже да почему я даже не помню кто написал уже тогда типа ну типа да обратная связь нужна была я как бы оценил но было так скажем знаете это как школе обидно когда человек готовится выучил стихотворение ты его выучил рассказал а тебе говорят садись 2 ну как бы нет я же не говорю что нет я просто говорю свою реакцию я все же должен сказать что я же тоже не я же не деревянные же не железный и ответ получаю конечно я на него как-то реагирую на какие-то неадекватные вопросы там как я неправильно футболки какие-то девай которые мне не идут или еще что-то конечно это одна история а здесь как бы конечно она не то что там обидела как бы ты все равно же ты понимаешь что что ты готовишься это же не просто так что мне кто-то приготовил я пришел какой-то итальянский испанский ресторан не принесли блюдо я пожрал и ушел оттуда конечно это было но была оценка вот я тоже ее запомнил тогда что вот говорил она что типа не запаривайся лучше как ты раньше делал типа вот просто болтовня рассказывал о чем-то там и все остальное а там же были какие мы там мало того что готовили еду этих стран покупали это было очень дорого то же самое семгу нужно было купить на финскую помнишь тогда монтировали там что мы там с двух уже камер начали снимать потом да нахер это нужно скажем дружно приветствие писали какие-то фразы на этих языках было дело а еще сейчас прямо забыл вспомнил забыл снова вспомнил сразу открыть ездили мы в перим где муган снимаю в чекине это в ресторане типа макдональдис у них есть там своя сеть просто вот помидорки от попки очень жестко это как называется плодоножка извините пожалуйста его там сидели оралия сижу такой еще камера снизу такие щеки там тоже пробовали вот это я тоже помню что там дети какие-то были орали мы там не могли место найти потом какие-то тинейджеры были тут же целовались сосались как обычно мне везет на это еще это сделал видео когда мы пробовали же бургер кинг и макдональдс киевсе и ели вот такими тоже порциями и в каком-то из этих фастфудов я буду попробовали все сидит такая туши огромные мы попробовали все осталось только попробовать black star бургер ну кстати мы вот это по моему не попробовали на камеру вот это я тоже посмотрел и знаете что хочу сказать что я смотрел сам себя и у меня разгонялся аппетит я реально вкусно ем я очень я серьезно говорю я я не смотрел не пересматривал никогда мукбанги свои я мог пересмотреть путешествия какие-то там влоги еще что-то где-то я могу пересмотреть а мукбанги никогда не пересматривал и куда их начал сегодня вот по минуту пересматривать я понял что сижу смотрю я понимаю что не разыгрывается аппетит я реально вкусно ем многие пишут и им культурно ну конечно культурные тоже посмотрел на самом деле культурные аккуратно многим поэтому и не нравится нужно чтобы так слюни летели в разные стороны в топку залетал там все что угодно кто самый запоминающий мукбанг или что запомнили из прошлых видео самый запоминающий мукбанг если те вот есть остались зрители которые смотрели мукбанги там где это было очень давно какой вам мукбанг запомнился что он было интересно посмотреть и вот прямо что запал также как вот у нас в голове просто на чем там еще или бутерброды с укрой или вот такая деревяшка вот эта вся бутерброда было в этом день рождения по моему ели чуть такое ну такое было первое мастерской ели пельмени домашние ели самолепные иногда что-то такого хочется но но табу не так вес что-то стоял куда-то поползнуть туда куда надо но немножко то все равно я что-то сейчас я не смотрел с тобой видео не листал ничего не то что вспомнилось вот это да еще был на рецепту очень вкусный риску делали с чем-то как по-корейски или китайски свинина кисло-сладкая я вот еще сказал мне запомнилась сама остался и свинина точно было да какая-то я смотрел свинина кисло-сладком соусе тоже я помню рис только ты сказал приз и сегодня смотрел резина была с тефтельками рис тефтельками такие тефтельки были тоже сам делал вот это точно и вот я помню сегодня смотрел но свинина тоже какая-то кисло-сладком было на еще были помнишь такие бутерброды и тоже кстати не вспомнил можно сделать их они были такой кусок хлеба потом курицу мы делали как-то то ли ее быстро обжаривал то ли она в духовке было и как такой как сэндвич было еще очень много сэндвичи мы ели прямо сэндвичи у нас какие-то дни потом еще какие-то мы делали сэндвичи какие-то макбанки были для проспомнил что там была помидорка вот это вот грудка куриная травка была что-то еще и потом новогодние еще после новогодние банкеты салаты доедал сидел в каком году не помню два года назад или когда там такого такая тоже харя я говорю еще ну ничего я скорость а то на диету скоро вот ну вот это надо все доесть и три дня подряд я жрал эти салаты я помню потом это заснимал другой день ей доедал холодец сидел я помню что я я конечно холодец это тут не пробовал и потом сижу сам же проболтался что этот холодец ел и сижу этот холодец значит тоже холодец наворачивал а в третий день что то что то же этом доедала какой-то в 3 а мета 3 ты только говорю ну наверное 7 надоело всем конечно уже на ели с этими на третий день у что хочется с пакмелия вот это все устали от этих салатов, кому что хочется. Но, конечно, уже и супчик куриный, бульончик у меня там какой-то. Ну, все, с сегодняшнего дня, вот все, уже бульончик, разгрузочные дни, все, 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 все. На следующий день вот такая гора пельменей. Что-то там вот какое-то, что-то сумасшествие какое-то вот было. Я уже сижу, уже никакое, уже никакого ничего нету. Все уже хорошо было. Это тоже вот я прямо сейчас вспомнил. У меня так еще красиво было. Блин, вспомнил, мы елочки эти стояли на переднем плане, мигающие такие небольшие через фикс прайса, снеговики. Ну, так прикольно было на заднем плане это гирлянда мигала. Так-то было это. Ну, вот это мне тоже вот сейчас вот то, что вспомнилось, так это было это. В общем, что вам запомнилось? Поделитесь, пожалуйста, просто, чтобы, ну, и поностальгировать, и понять, ну, что-то нам тоже вспомнить, может быть, вам что-то помнится. Ну, из того, что я хочу сказать, что мы ели, там 80 процентов, 90, что нельзя есть. Ну, это, к сожалению, ну, может быть, вот не в таком количестве, как я сожрал овощи, но пять пельменей сидеть есть? Нет, просто... А то, что запомнилось? Просто запомнилось, ну, просто как бы, как обратная связь, вспомнить, что, ну, нам, может быть, в какой-то момент поржать, может быть, в какой-то момент там, о, да, чтобы у нас... Поплакать, всплакать, всплакнуть? Думаю, не надо, но... Да. Так что, да, было. Ну, и суши очень много было. Я кукурил суши, думаю, бля, хомух, я бы сейчас бы снова суши бы съел. А, пиццу мы еще жрали, помню, заказывали пиццу, да, домино спиц или откуда-то там тоже пицца была. Ты орал, как-то тогда? А что я орал-то? Да я не помню, что орал. Она была невкусная, во-первых. Да, она холодная. Холодная была, долго везли ее, она была невкусная. Кари, я запомнил, прям пересмотрел, какая-то была, желтая, вонючая. Мы еще с тобой спорили, как купить, я говорю, да, вот эту первую вонючую открою. Ели эту вонючую пиццу первую, желтую эту. А еще помнишь, мы лимонад купили дешевый, я не помню, что было в Макбанге, сейчас помню про этот лимонад. Что-то мы ели, я еще помню, что снимали в эту сторону, у меня стоял здесь бокал такой, и такого страшного, мерзопакостного цвета, какого-то бледно-голубого, оно еще какого-то бирюзового, но причем-то даже цвет, эта жидкость меняла цвет, она как живое была. И мы такое попили, в магните что ли, или еще тогда семья была здесь, мы купили, я попробовал, я говорю, еще назвал, говорю, как омывательная жидкость, для стекла, для машины, оно такого ужасного цвета, почитали, а там написано, значит, для детей от 6 лет, на этом лимонаде, такая бутылка еще жидкая, прямо вот пластик такой было, начали читать, и там одна химоза, нитроглицелин калия, нитроглицелин кальция, химоза одна, Е-31, и все остальное, и мы потом просто это вылили. Вот это, наверное, в Диксоне там лимонад не был. Какой-то вот я просто, надо вот посмотреть, вот какой-то вот фишкой там какая-то была, ну, короче, какая-то внутренняя марка, это чья-то вот, прямо вот не везде, во всех сетевых, а вот именно чья-то вот, грубо говоря, или магнит, или пятерки, или вот это вот, чья-то была вот, я прямо вспомнил, тоже я как увидел эту, ну, написано же, например, там, мубанг, там, пельмени, но я же не понимаю, а потом смотрю, бокал, бокал этот стоит, который меняет, цвет как этот, и я такой, думаю, я сразу вспомнил этот вот лимонад, как я помню, прямо вот этот вонючий лимонад, поэтому, ладно, ребят, долго не будем вас отвлекать, пишите в комментариях, к кому что запомнилось, интересно будет с вами обсудить, кому какой магнабан запомнился, особенно интересно узнать от старых подписчиков, ну, и от новых, конечно, если вы их пересмотрели, все, всем пока, целую, пока. Субтитры сделал DimaTorzok